приветствую вас мои дорогие зрители для тех кто вдруг подключился и смотрит меня впервые меня зовут Егор многие меня знают как Егора электрика особенно спортивной тусовки сегодня расскажу вам немного новостей из мира японских автомобилей ну и в принципе привезенных из-за границы расскажу по своей ситуации пока на сегодняшний день автомобиль себе я не подобрал вот так как у меня запрос достаточно жесткий узкие такие рамки хотя уже тут пытался их расширить и даже смотрел такие варианты как volkswagen polo недорогие то есть приходил к мысли может быть купить не один дорогой автомобиль из японии а два автомобиля для того чтобы у меня всегда один был так сказать поджопник недорогой а несколько автомобилей которые я бы периодически покупал продавал для того чтобы больше для вас снимать контента но и самому попробовать разные автомобили вот на сегодняшний день я пока остановился на выборе тигуан либо пассат универсал как альтернативный вариант хороших комплектациях у него комплектация достаточно богатые даже на двигателе полторашка а вот и для того чтобы для себя зафиксировать курс вот сейчас една достаточно низкая последние дни стоит но не факт что она так долго продержится вот и я до этого обмысла думал такую мысль в этот раз реализовал то есть я взял рубли и конвертнул их в йену и оставил на йеновом счету в банке а тб вот вчера был курс 0 58 31 за одну йену по такому курсу я конвертнул свою валюту с рубли в йены и положил их на счет соответственно и и посмотрим кстати пока будет ли этот метод эффективным то есть если вдруг йена подорожает то соответственно я выигрыша если я на подешевеет грубо говоря я был неправ и немножко потеряю своих деньгах то есть потом так сказать немножко переплатил за счет того что поторопился с конвертацией вот ну как это будет никто не знает вот я надеюсь андрюха который мне помогал добрым советом того чтобы прикупить йену сейчас не ошибся андрюха тебе привет и для вас хорошая новость помните в прошлом видео я говорил что по пробивке автомобилей по винномеру группы вак вот я что-нибудь постараюсь сделать чтобы это было для нас дешевле вот до этого я давал ссылку на вину вак для такой вот в телеграме через который пробивается информация платно там 300 рублей выгрузка комплектации история обслуживания 500 рублей на сегодняшний день в этом направлении я продвинулся теперь могу вам сказать следующее что все кто обратятся ко мне через меня в компанию from japan with last которой я сотрудничаю для покупки автомобиля из японии южной кореи или китая вот и для того я сделаю бесплатную пробивку по винномеру вот комплектацию стопроцентно выгрузим без проблем по истории обслуживания постараюсь выгрузить вот там где если вдруг затык получится что я через свои ходы так скажем не смогу это сделать то вас придется воспользоваться винботом вот так что вот не такая есть классная новость что теперь это можно будет грубо говоря сделать через меня бесплатно для тех кто обратился и кстати вот я заикнулся здесь пропала ссылку на него я оставлю в комментарии закрепленном и в описании под видео на pdf файл я наверное буду дальше делать так если вам понравится дайте свою оценку потом в комментариях вот я буду делать так несколько фоток от машины это первые листики в документе pdf и и дальше идет выгрузка по винномеру из етк а вот едка это база короче volkswagen и соответственно вы можете видеть грубо говоря визуальную составляющие автомобиля и далее прочитать полный состав из чего он состоит если вам такой формат понравится как бы я буду дальше его делать потому что для меня лично как инженера это максимально наглядно ты видишь сначала как это выглядит потом ты читаешь из чего это состоит ссылочка там прошу дать обратную связь тех кто для кого уже купили автомобили вот или даже для тех уже может быть кто успел свой автомобиль получить в россии здесь на владивостоке забрать его либо соответственно уже даже заставкой на дом получить оставьте свои комментарии чтобы другие люди понимали как у вас там все произошло вот и что в этой компании работают четко и слаженно немножко вернемся еще к теме банков ну вот люди иногда спрашивают у меня переписки через какие банки платить и как самые наверное такие ходовые банки в этой теме это это б азиатский тихоокеанский банк которым я в принципе воспользовался уже во второй раз то есть я через него до этого покупал гольфа сейчас соответственно будем следующий автомобиль покупать оплачивать инвойс в этом банке у них ставка в районе одного процента за перевод в японию и вот я даже для примера выписал мой гольф тогда обошелся в миллион семьсот пятнадцать тысяч йен по инвойсу и они мне насчитали 18 тысяч 220 йен комиссии банка что на тот момент по курсу составляла 12 тысяч 72 рубля но я считаю что в принципе за такой перевод большой в другую страну это адекватные деньги вот поэтому всегда смотрите и считайте что выгоднее допустим еще кто-то пользуется банком вбр а вот кто-то прим соцбанк и солидбанк может быть еще какие то есть банки которые выполняют такую подобную операцию но никогда не торопитесь просто побежать в один банк всегда сравниваете где какая цена и где какая комиссия то есть какой курс они держат и всегда держите в голове такую мысль что банки всегда хотят на вас нажиться а вот и поэтому они понимают что вы простые люди идете после работы допустим в банк оплачивать то вечернее время курс будет выше а вот и плюс еще в выходные и праздничные дни курс тоже будет выше поэтому старайтесь оплачивать свои автомобили среди недели в рабочее время то тогда вы получите более оптимальный курс еще есть в некоторых банках такая фишка когда-то я скрылкался с этим в банке приморья как спец курс в банке а т.б. он тоже есть в чем смысл вы можете прийти в банк и сказать и у меня большая сумма за перевод там допустим пару миллионов йен вот сделайте пожалуйста мне спец курс и они вам уступят от того курса который у них есть для всех немножко вниз немножко это может быть разным свое время при покупке тигуана тогда еще вот я выиграл что-то 20 чем-то то ли 30 чем-то тысяч рублей за счет вот этой штуки но я тоже они не знал если мне девочка в банке случайно не шептула так скажем на ухо эту тему я бы тоже не знал вот вчера в т.б. банке я тоже поторговался и вот они пообещали скидку типа ну сделать так скажем по курсу правда это скидка была всего 3700 чем-то там рублей короче но при этом типа я должен у них какую-то был купить услугу там за 2 500 в принципе для кого это экономия да можно как бы услугу какую-то получить еще и там тысячу чем-то скидки получить но это не серьезно но они вчера жаловались на то что курсы так типа очень низкий поэтому нам типа вообще невыгодно уступать вот поэтому в своем случае просто попробуйте на удачу может быть вам так сказать повезет и вы еще сколько-то тысяч рублей сэкономите при покупке своего автомобиля то есть всегда считайте какая комиссия какие дни какое какая дельта между биржевым или там цбшным курсом и фактически в банке будьте грамотными так ну и в принципе если есть у кого-то вопрос по моему внешнему виду почему я с рюкзаком фиг знает где стою вот я собрался ехать на завод к вт это калужский электроаппаратный по моему называется завод в общем меня пригласили на этот завод познакомиться с новой продукцией в принципе посмотреть на завод это по моей теме по энергетике по электрике вот если вам интересно я могу ну подснять такое видео и рассказать если интересно пишите в комментариях ну и в конце скажу вам что когда вы смотрите на ю тубе многих блогеров по вот этой теме привоза автомобилей зачастую то что вы видите автомобили уже вживую которые пришли в россию вы видите их с временным запозданием где-то на месяц на два в зависимости в каком городе вы их видите и то что они будут вам показывать и цены они не будут не совсем актуальны актуальные цены вот грубо говоря онлайн вот сегодня купили сегодня выставили сразу конкретно картинки и цену написали есть телеграм-канале компании from japan with love компания from japan with love с которой я сотрудничаю соответственно пишите мне в телегу я поделюсь ссылочкой с вами все до встречи в следующем видео всем пока сегодня мы сходили в банк а т.б. внесли средства за наш новый автомобиль на счет и ждите продолжение этой истории